Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем, что нужно знать перед тем, как завести вторую собаку. Многие владельцы собак нередко задумываются о том, чтобы завести второго питомца. Причины могут быть разные. Одни считают, что две собаки не дадут друг другу скучать, когда хозяина нет дома. Другие же хотят представителя новой понравившейся породы. А кому-то просто не удалось пройти мимо бездомной собаки. Но важно посмотреть на ситуацию объективно. Самое главное, на что следует обращать внимание, это характер животного. Внимательно посмотрите, как ваша собака относится к своим сородичам. Насколько охотно она идет на контакт, пускает ли незнакомцев на свою территорию. Если вы планируете брать вторую собаку из питомника, имеет смысл посетить его вместе с первым псом. Так у него будет возможность познакомиться и фактически вместе с вами выбрать себе нового соседа. Не самая лучшая идея заводить двух собак одного возраста, хотя это и кажется правильным. Большое счастье может превратиться в кошмар. Ведь у па-питомца требуют к себе внимания хозяина и игр, что означает вдвое больше сложностей в период взросления и возможных ошибок воспитания. Оптимальной считается разница в 4-6 лет. При этом вторая собака в доме должна быть младше. Таким образом она автоматически будет не только проявлять уважение к старшему товарищу, но и копировать его модель поведения и привычки. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Еще один важный момент пол будущего питомца. Известно, что два мальчика могут гораздо чаще ссориться из-за территории, чем собаки женского пола. Однако две самки вряд ли могут мирно существовать в период беременности или кормления щенков. Быстрее способны ужиться собаки разного пола, но в таком случае очень важно внимательно следить за их поведением. Иногда появление второго питомца делает первого замкнутым и более закрытым, ведь вместо общения с хозяином он получает ежедневный стресс и дискомфорт. Очень важно помочь животным, как можно быстрее адаптироваться и привыкнуть друг к другу. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях. Подписывайтесь, читайте и ставьте лайки, 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 ставьте лайки и ставьте лайки. Продолжение следует...